друзья мои всем привет видео про то которым я просто считаю нужным с вами поделиться это видео про сантехнику про трубы которые мы проводим в туалете сейчас я расскажу про то что у нас здесь есть и что я придумал у нас тут заказчик решил в этом маленьком туалете уместить все здесь будет у нас бойлер висеть здесь у нас выходят трубы из ванной комнаты получается что вот этот бойлер также будет питать и ванную комнату для того чтобы смещение не было мы установили также в ванной комнате вот такие вот обратные клапана здесь у нас конструкция такая же как и в ванной комнате такие вот фильтра счетчик редуктор давления фильтра здесь вот у нас система контроля протечки все это у нас есть также в ванной комнате но мы сейчас будем разговаривать про туалет далее здесь у нас также я сделал выход это у нас дренаж который чтобы можно было фильтра прочесть просто открыть кранчик и смыть грязную водичку вот прям сразу в канализацию без всяких там дополнительных манипуляций здесь у нас дренаж это дренаж для бойлера чтобы водичка прямиком стекала в канализацию здесь у нас подключение унитаза и выход на мойку здесь будет рукомойник такой вот небольшой и здесь мы его будем подключать также в этом углу у нас будет гигиенический душ гигиенический душ вот таким вот образом я собрал термостат термостат будет способствовать нормальной температуре для гигиенического душа чтобы можно было открыть и просто пользоваться далее я все трубы хотела здесь вот вывести на наружку здесь у нас будет плитка здесь будет открытый короб и поэтому хотел все сделать вот в этом месте то есть трубы вышли наружу и все их видно но потом я понял здесь на стена гипсокартон за стенка нас тоже гипсокартон я подумал а что если нам провести трубу вот здесь стенку разобрать с той стороны и трубу вывести там где нам надо это же будет гораздо прикольней и интереснее чем вот эти вот пластиковые трубы которые будут наружки так и согласитесь вот и поэтому сейчас я буду переделывать точнее доделывать всю эту конструкцию но уже со скрытым монтажом всех труб вот представьте себе трубы торчали у нас вот здесь в четыре трубы как минимум подключался бойлер таким же образом с пластиковыми трубами и уходило все туда наверх теперь я хочу все это спрятать снизу в стенку и там под потолком и здесь у меня будет минимум труб из этой столешки будет торчать только вот эта канализация это дренаж это я подумал возможно я что-то с ним сделать чтобы его тоже не было ну посмотрим ну и в общем картина маслом вот здесь получается у нас будет плитка здесь сверху донизу будет плитка здесь в этом месте будет мозаика потом зеркало и очень вот эта часть будет полностью у нас открыто ничего видно не должно быть но все должно все четко и красиво поэтому сейчас мы будем опять что-то придумывать опять что-то изобретать и общем я всем покажу расскажу в продолжение данное видео смотрите и не пропустите но пока можете поставить лайк там не подписались подписаться написать в комментариях свои мысли вот свои пожелания ну и чтобы вы хотели еще увидеть чтобы я вам показал пока я продолжаю кстати вот вот то место где я буду разбирать чтобы протащить трубы здесь у нас должны быть полочки но еще нужно сделать так чтобы при монтаже полочек никто не пробил трубу которая будет здесь вот но это у нас проект вот частично ванная комната пока еще не совсем готова но они я сделал отдельный обзор и так продолжаем реализацию по монтажу фильтров более на теперь нам нужно сделать подключение всей этой системы сначала планировал один вариант подключения как я уже говорил выхода из снизу теперь в общем я решил переделать все и сделать выхода из стены но для того чтобы вниз у нас был ровненький мы спокойно могли его протирать будущее ну то есть заказчики без нас уж естественно так теперь в общем сгонял магазин опять докупил дополнительных комплектующих для того чтобы это реализовать мою задумку именно в том месте и толк по тем размерам как я и планировал очень двигаемся дальше мусор всяких под ногами ну что дорогие друзья я в общем закончил наконец-то пайку этих всех труб много труб очень много самая проблема и самая больная тема это в работе с полипропиленом это вот утюг утюг нужно пытаться засунуть куда-нибудь при этом еще было что возможность спаять и чтобы не задеть соседние трубы чтобы их не повредить вот такая вот проблема с полипропиленом не всегда возникает вот в таких местах но я с ней справляюсь так как у меня опыт с этим уже есть поэтому я справляюсь так но что смотрим давайте начнем прямо отсюда холодная вода пошла здесь у нас счетчик здесь у нас фильтр и вот она поверху идет 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 сюда через стеночку заходит здесь у нас спускается холодная вода и уходит через стеночку обратно возвращается отсюда вот по низу вот идет 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 уже через фильтр и уже сюда заходит в инсталляцию здесь у нас на кранчик и на термостат тут через уголок она у нас идет тук 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 и вот сюда вот на раковину который будет находиться далее горячая вода горячая вода у нас также спускается сюда минует фильтр идет вот это у нас вторая труба которая она у нас горячий и заходит сюда через стеночку здесь с фильтра уже спускается вода обратно возвращается она уже вот по этой трубе идет сюда заходит также в инсталляцию и уже просто на термостат дальше идет уже так 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 и также уходит на раковину собирая данную конструкцию всегда нужно на пару шагов вперед мыслить потому что мы должны знать заранее куда нужно прийти труба каким размером и как точно ее отрезка для того чтобы вот это все спаять я потратил не один день только на то чтобы вот собрать вот этот угол конструкции с инсталляцией здесь расположением этих фильтров завеской бойлера поехали труп но очень много времени уходит просто на то чтобы подумать поэтому лучше хорошо подумать а потом хорошо поработать многие просто ломится головой прямо сразу в работу не думают потом садятся подумают возвращаются обратно и начинают делать все заново поэтому я делаю иначе сначала я думаю представляю как это все будет выглядеть как это все должно потом подключиться как соединить правильно и уже потом начинаю постепенно двигаться двигаться каждый раз что-то в моих мыслях всегда меняется я всегда что-то исправляю прямо по ходу движения ну как я уже говорил здесь у нас два фильтра это фильтр горячей воды вот это выход на бойлер это фильтр холодной воды также фильтр выход на бойлер через фильтр у нас водичка уходит туда здесь поднимается холодная вода наверх и вот по этой холодной трубе уходит в ванну горячая вода тоже так заходит через стеночку снимается горячая вода наверх и уходит через стеночку там у нас ванная комната заказчик пожелал чтобы две комнаты ванна и туалет работали автономно если нету горячей воды допустим в туалете мы можем перекрыть здесь краны и запустить через ванну если ванны нет и мы можем закрыть краны ванны и запустить через туалет у нас идет такая дуга то есть туалет и ванна у нас связаны смещение у нас быть не может так как мы заблаговременно зная то что возможно быть смещение установили обратные клапана поэтому это мы сразу исключаем и также у нас более который будет находиться он у нас питает сразу туалет кухню и ванную комнату следовательно в основном вся система будет работать через туалет ванна у нас будет в резерве то есть она будет отключена на случай того что если вдруг произойдет какие-то ситуации и отключат здесь вот по туалету воду холодную или горячую вот в общем чуть позже чуть позже когда мы закончим укладку здесь плитки затрем сделаем все как положено красиво и аккуратно я вам покажу полный обзор этого помещения что у нас тут получилось и кстати вот здесь вот на потолке будет у нас фильтр бесшумный для кухни будет такой объемный большой но я думаю отдельное видео про него как мы его будем монтировать и для чего я сделаю пока все спасибо пока